Благоустроим город вместе. Под таким девизом последние месяцы проходит широкомасштабная программа по обновлению дворовых территорий и пешеходных дорожек. Посмотреть, как пожелания ивановцев притворяются в жизнь, приехал глава города Владимир Шарыпов. На Дзержинского, наконец, привели в порядок тротуар на отрезке улицы Тимирязева до проспекта Ленина. Ну, посмотрите, какая красота сейчас сделали. Замечательная. Ходим прямо, не спотыкаемся, под ноги не глядим. Только глядим на сторону, как все красиво, как четко и как замечательно сделали. Помогли жителям. Уже другое будет отношение и к депутатам, и к мэрии, администрации города. Пешеходной зоной жильцы довольны, а вот магазинам с разливными напитками около дома нет. Городоначальник пообещал разобраться с нежелательным соседством. Уже во дворе мэру показали старую спортивную площадку, на которой, по словам жителей, собираются сомнительные компании. Горожане попросили реконструировать баскетбольную коробку. Мы посмотрели то, что действительно выполнены ремонты и проезжей части, сделаны дополнительные парковочные карманы. Самое главное, сделан тротуар, который позволил создать нормальную пешеходную зону. И, конечно, дорога и прилегающие территории были в ненормативном состоянии. Сейчас эта проблема решена. Еще одно проблемное место в центре, которое посетил городоначальник улицы Дунаева, а точнее территория за современником. Местные жители составили целый список претензий к управлению благоустройства. Их возмущает заросший травой сквер. Территорию, по словам муниципальных властей, арендует депутат Сараф Мамедов, который и должен ее содержать. Кроме того, жители жалуются на сквозное движение автомобилей во дворе, которое, напомним, законом запрещено. На этом беды жильцов не заканчиваются. Мэра завели в кусты шиповника, закрывающие глубокую яму, которую жители считают опасной. Расположена она в непосредственной близости от фундамента многоэтажки. Собравшиеся просят организовать специальную комиссию, которая выяснит причины провала грунта. За счет того, что была приподнята площадка, у нас образовалась низшая точка с вами. За моей спиной лоток, который устроен в этом году, чтобы отвезти потопление с пешеходной дорожки, которая проходит. Данная яма находится на придомовой территории. И тут надо вопросы решать, наверное, с управляющей компанией. Мэр внимательно выслушал пожелания и просьбы жителей и поблагодарил за активное содействие в деле благоустройства. Со всеми проблемами пообещал разобраться. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.